А сегодня мы с вами поговорим про орган, который влияет вообще на весь организм и в том числе на ваше гормональное здоровье. Меня зовут Марина Жигульская, вы находитесь на моем канале Школы Здоровья и Ресурс, на котором мы восстанавливаем ваше здоровье. Речь пойдет про очень важный орган в нашем организме, потому что от него зависит, насколько мы будем красивыми, насколько будет классно проходить детоксикация в нашем организме. И это, конечно же, желчный. Проблема нашей современной действительности в том, что очень многие люди страдают застоем желчного пузыря, и даже дети. Самому молодому пациенту, которому удалили желчный пузырь, было 12 лет, а сейчас уже 10 лет. Рекорд побит. И уже 5-летним детям ставят застой в желчном пузыре. Мы должны знать, что именно желчь снабжает нашу гормональную систему сырьем, потому что наши гормоны строятся из жиров. Мы должны знать, что именно желчь занимается тем, что она выносит мусор из организма. И этот мусор – это экзогенные токсины, которые попадают к нам извне, и эндогенные токсины, которые вырабатываются у нас в организме. Например, наши отработанные гормоны. Так вот, как желчный связан с гормональным здоровьем? Например, наш отработанный эстроген должен быть выведен из организма после того, как он выполнил свою функцию. Именно желчный пузырь берет этот эстроген и выводит его в кишечник, ну и дальше из организма. Если желчного нет, следовательно, эстроген остается в нашем организме, и мы получаем эстрогендоминирование. Это огромное количество диагнозов, которые связаны с гормональной системой, которые нам предлагают лечить дополнительными гормональными препаратами. А может быть, все-таки заняться здоровьем желчного? И желчный является также сонатором нашего кишечника. И поэтому, когда мы не хотим, чтобы в нашем организме кто-то прижился, нам надо обязательно озаботиться здоровьем своего желчного пузыря. Когда мы в погоне за своей красотой и молодостью идем к косметологам и накалываем себе всевозможных ботоксов, филлеров, покупаем дорогущие крема, мы должны знать, что наша кожа питается изнутри. И прежде всего, это питание зависит от того, насколько корректно работает ваш желчный пузырь. Когда я читаю громкие заголовки в социальных сетях «почистим печень» или «выведем желчь из вашего организма», мне становится не то, что немножко не по себе, потому что, конечно же, я понимаю, что это хорошо продается. Но тем не менее, как нутрициолог, я должна вам сказать, что почистить печень невозможно. Это тот орган, который работает каждую секунду вашей жизни, а так как печень синтезирует желчь, следовательно, выгнать желчь из организма тоже невозможно. Желчь на 98% состоит из воды, а также билирубина, холестерина, лицетина и желчных кислот. И вот когда в нашем рационе не хватает воды, следовательно, желчь становится тягучей, концентрированной. Еще больше информации о желчеоттоке и в целом о состоянии вашего здоровья вы найдете в моем телеграм-боте. Ссылку я оставлю в описании. Там вас будет ждать чек-лист и несколько видеоуроков, которые сделают вас на шаг ближе к вашему здоровью. Давайте вместе посмотрим на симптомы, которые указывают на то, что на ваш желчный уже пора обратить внимание. Первое – это запоры. Жидкий стул тоже сюда же. Чувство тяжести после приема в пище. Горечь во рту. Отрыжка. Появление жировиков, например, на теле или под глазами. Укачивание в транспорте. И вот когда вас или вашего ребенка укачивает в транспорте, не надо пить таблетки от укачивания, надо заняться здоровьем своего желчного. Сухая кожа, дерматиты, акне. Желтые склеры глаз. Головные боли и мигрени. Болезненные менструации. Депрессивное состояние либо агрессия. Болезнь суставов. Желчный не справляется с выводом токсинов, и организм откладывает все это либо в жировую ткань, потому что это депо для токсинов, либо в суставы, которые начинают болеть, скрипеть и беспокоить вас. Чувствительность к запахам. Гипотириоз. Плохая переносимость алкоголя, например, и жирной пищи. Конечно же, набор веса в районе талии. Спотливость в ночное время. Частые глубокие вздохи в течение дня. Отеки, которые преимущественно к вечеру возникают, и преимущественно они будут в верхней части тела. И когда у меня спрашивают, Марина, а что попить для желчного, у меня нет ответа на этот вопрос, потому что это всегда комплексный подход. И когда я рекомендую какую-то добавку, я не добавку оцениваю, я оцениваю состояние того организма, в котором будет работать эта добавка. И так как желчный это очень важный орган для нашего организма, очень много функций выполняющий, то комплексный подход к нему обязателен. Но тем не менее, несколько рекомендаций я все же дать могу. Прежде всего, надо, чтобы в вашем рационе было достаточное количество жидкости, движение обязательно. Наладьте режим сна, то есть дня и ночи. И из препаратов можно, конечно же, добавить магний. Во-первых, помогает расслабиться протоком. Во-вторых, магний участвует там больше, чем в 400 процессах биохимических нашего организма. И для желчного это точно будет полезная добавка. Жиры в рационе. Об этом я говорю постоянно, много, не стоит их бояться. Потому что именно жиры будут и синтезу желчи помогать, и реологии желчи помогать, и оттоку желчи помогать. И еще очень важный момент – это питание 2-3 раза в день без перекусов. Потому что желчь должна накопиться для того, чтобы желчный спазмировался на приход жирной пищи и выдал вам эту порцию концентрированной желчи, которая будет работать на благо вашего здоровья. Если вы едите часто и постоянно, перекусывая на бегу и на ходу, то, во-первых, вы спазмируете свои протоки, а во-вторых, вы не даете желчи накопиться. И не лишним, конечно же, будет сделать УЗИ желчного пузыря на предмет наличия камней. Это, кстати, единственное условие для учеников моих курсов, которое я прошу сделать обязательно, для того, чтобы понимать, есть ли камни в вашем желчном, где они находятся, какого они размера. Потому что для таких людей есть отдельные рекомендации. Никаких противопоказаний для прохождения, например, моих программ нет, но есть отдельные рекомендации. И в завершение я хочу сказать, что любое состояние, абсолютно любое, поддается коррекции. Если у вас удален желчный пузырь, значит, вам тем более предметно и очень внимательно надо относиться к своему состоянию здоровья. Но, тем не менее, откорректировать его до хорошего состояния вполне возможно. Мне кажется, что я достаточно привела аргументов для того, чтобы вы обратили внимание на свой желчный пузырь. И, конечно же, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, потому что здесь будет много полезных роликов для восстановления вашего здоровья.